Сегодня у вас новый курс, это у нас будет двухсеместровый курс криптографии, непосредственно посвященный симметричной и симметричной криптографии. Конечно, для группы какие-то будут дополнительные курсы, касающиеся криптографии, ну а группа ЛБ будут курсы, связанные с реализацией криптографических механизмов пульта. Ну давайте, сегодняшний курс у нас будет называться «Симметричные криптографии». И, соответственно, в этом курсе будут лекции практически лабораторные. Ну и, естественно, вот будут, соответственно, за вас, при Людмиле Алексеевне. Да, вы ее знаете хорошо. Поэтому я не буду полностью писать. Савчук Николаевич, вы тоже частично знаете, Яковлев, еще кто знает, еще кто знает, еще кто знает, Яковлев Сергеев Владимирович. Ну, соответственно, лекции, вот мы, видимо, Савчук и Яковлев, практически Яковлев и лабораторию Яковлев-Заладская. Что касается сегодняшней лекции, ну вот, то есть все-таки дать вам какую-то литературу, хотя бы ориентировочно. В общем-то, много литературной электроники, которую, правило, Сергей Владимирович на практических или на лабораторных, даст. И давайте я вам хотя бы две книги назову, на которые нужно ориентироваться. Литература. Ну, первая этапа, математичные методы записи информации. Математичные методы записи информации. Ну, это, соответственно, за вас, да? Завальска. Минова Ползивина. И Савчук. Литарий Николаевич. Ну, это, наверное, бузовництво ППИ. Так, зараз я вам, думаю, спички точно напишу. Так. Ну, в цьому курсу, взагалі, в лекции, більш, найбільш выстав для нашого курсу. Ну, давайте я потом перешточно напишу. И ещё один, ещё один учебник, который хотелось бы назвать Алфеон. Алфеон. Это московские трептографы. Ну, я напишу и другие, там, Зубов, Кузьмин Черёмушкин, известные трептографы. Основы трептографии. Основы трептографии. Ну, это Москва. Представительство Елиос. Елиос Аэрбэк. Она доступна, в общем, в 2001 год. И стала, соответственно, довольно обширной. Это, что касается двух таких искусств, которые ближе к сегодня тем лекциям, которые мы будем здесь с вами рассматривать. Ну, а это издательство Киев. КАФОИТ, обязательство. КАФОИТ. 2000. Господь. И 200. Ну, давайте попробуем, точнее его напишу. Так, ну, это... Я только два источника. В электронике вы получите, наверное, больше, ну, всех материалов. И вообще, можно пользоваться, конечно, слава Богу, сейчас много у нас литературы по криптографии, по симметричной, по симметричной. Мы пользуемся разными источниками. Ну, главное, чтобы мы в этих источниках охватывали те вопросы, те темы, которые мы будем рассматривать. Ну, и сегодня лекция у нас будет посвящена самым первым, первоначальным вопросам вообще целой защиты информации и криптографической защиты. То есть, основные направления аспекта защиты информации. Защиты, да, и криптографической. Ну, по рефору, мы будем обозначать заявку. Как и так, в общем, на данных документах. Ну, прежде всего, цели и задачи. Конечно, если говорить о том, как изменились методы, цели, задачи защиты информации исторически, то можно примерно первое сказать, что, если раньше защита информации и криптографии в принципе занимались только две таких области, которые используются, это военно-дипломатическая, и, возможно, еще иногда научная область. Ну, теперь, как вы знаете, криптографическими защитами, и вообще, криптической, в целом, защитой информации требуется для использования во всех областях. И научная, и финансовая, и промышленная, и юридическая область, и персональные данные. Все требует защиты информации. Во всех ваших телефонах находится криптографический алгоритм незащитный. Вот. Ну, о цели, цели защитной информации, защиты информации. Задачи. Какие главные в следующей задачи? Ну, первая, конечно, цель и задача, которая с глубокой древности до сегодняшнего остается главной или сейчас, может быть, не всегда самая главная, но одно из самых главных. Конфиденциальность. Конфиденциальность. Ну, и секретность. Секретность. То есть, эта цель, эта задача имеет в виду, что содержание информации, смысловое содержание информации, которое содержится в сообщении или в хранящихся файлах, или каким-то другим образом храниться, должно быть доступно только законным пользователям. Никакие хакеры или, может быть, несанкционированные лица либо не должны иметь доступ по относительной информации либо соответственно, никакой доступ имеют, то извлечь из хранящейся информации какой-то осмысленный текст они не должны иметь возможности. Информация должна быть доступна только законным пользоваться. Ну, как вы знаете, это основной метод такой защиты информации криптографической шифрования. Хотя она достигается и другими способами. Ну, мы чуть дальше скажем. Вторая главная цель и задача целостность. То есть во время хранения передачи соответствующие тексты, пары, сообщения должны быть неизведанным битом. То есть получатель, если это было сообщение, должен получить то сообщение, которое было первоначально создано. Ни один бит информации не должен быть изменен, искажен или вообще все сообщение не должно быть подменено. а у него личность. А у него личность. То есть информация сообщения должна быть такова, что полностью подтверждена известна подлинность источника сообщения или автора сообщения. То есть обе эти задачи имеют в виду подлинность самого сообщения и подлинность автора сообщения. Причем часто само закрытие информации или само шифрование и специальность не требуется. Это отдельные задачи и они выступают иногда как самостоятельные задачи. И в некоторых случаях, вот сейчас в финансовой сфере, например, часто бывает это главное. секретность соответствующего сообщения это уже второстепенно. Главное, чтобы точно было известно, что оно не было подменено, подделано и точно известно от того, что это сообщение. То, что касается уже функционирования информации в компьютерных системах, автоматизированных системах, в линиях связи, то тут такое требование и цель защиты как доступность. То есть информация должна быть доступна именно законным пользователям и в то время, и в то объеме, в то время, когда они к ней обращаются, в то объеме, на которое они имеют права и полномочия. То есть в защиту информации входит защита также от вирусов, защита от каких-то программ введенных блокирующих допустим подходы законных пользователей или бесконечно работающих программ. То есть это в общем-то также очень большая задача защиты информации. Ну это тоже ближе к современному условию относится к цели и такое требование как наблюдательность. Наблюдательность. То есть все события связаны к нарушениям защиты информации, попытками нарушения защиты информации или какими-то неопределенными событиями как-то отражающимися на защите информации. Они должны наслеживаться, соответственно, фиксироваться, анализироваться, делаться выводы, выводы в изменении защиты информации, выводы в атаках, может быть система защиты информации была подмежна. и, соответственно, делается коррекция в защите информации. В результате назовем еще одно свойство юридическая значимость. юридическая патриотизма. То есть, если вы возьмете сообщение, криптографическим методам защиты относятся, в том числе, например, цифровые подписи, которые мы дальше уже будем в следующем семестре, но вы и так знаете, что цифровая подпись это подпись на пар, на пар электронном и, соответственно, ее задача подтвердить вот эти две цели. То есть, подтвердить подлинность сообщения и подлинность источника сообщения. И, соответственно, обе эти задачи называют целостность. Ну и если взять электронную подпись, то, в общем, конечно, желательное требование для желательного условия для электронной подпись, чтобы электронная подпись признавалась в судах и всей судовой системе как обычная подпись, которая стоит под документом, подпись, печатель. Ну и это реализуется в разных странах по-разному, на законодательном уровне или, так скажем, на корпоративном уровне признание цифровой подпись в другой системе банков или каких-то других структурах. То есть это сложные такие процессы, связанные и с правовыми вопросами, и с вопросами обучения не только специалистов криптографической защиты, но и юристов, которые должны разбираться в тонкости, в основных вопросах криптографии. Ну и соответствующие технические средства должны быть. Ну в этом направлении работа во всех странах идет, и законодательная работа. Ну давайте эти основные задачи мы пока остановимся и посмотрим, что же, как можно реализовать эти задачи. То есть основные направления методы защиты информации. Ну если не знаем вопросов криптографии, а хотим увидеть в местах криптографии в целом спектре метода защиты. Основные направления метод защиты информации. Ну если раньше, ну раньше имеется в виду, скажем, до эпохи водожжения, методами главными были организационные методы или методы непосредственной защиты, то есть блокирование доступа к относительной информации. Или криптографические методы. То есть преобразование сообщений таким образом, чтобы смысл его можно было извлечь только с помощью секретного ключа, законным пользователям. Ну, соответственно, сейчас в современных обществах защитная информация занимается целый спектр направлений и методов. То есть первое, конечно, это правовые и юридические и юридические и юридические. То есть защита информации называется, начинается с законом, который, соответственно, в законодательной органе в каждом стране принимается. У нас это Верховная Рада, ну, там различные законы, например, закон про защитную информацию в компьютерных и автоматизированных системах, закон про документ и так далее. На базе этих законов, ну, до речи, соответственно, установился грех для доступа и информации и степень ответственности за трафик информации. Это тоже на законодательном уровне. Відповедно, на основе этих законов в общем создаются уже законопринимается Верховная Рада у нас, ну, а дальше различные министерства связаны защитной информации. Ну, у нас это министерство прежнему юстиции и Державная служба специального документа защитной информации, на которую укладено поведение политики в области защитной технической записью для критерия юстики в Украине. Ну, и, вправедно, министерство дает постанову, указу, на які уже ориентуются конкретные структуры, які мают справу с информацией, что подробную запись. ну, давайте мы посмотрим следующий такой пункт, который на всех этих правовых нормах основан. нормативно-методическим нормативно-методическим методическим. То есть, на основании законов, постановлений, указов, соответствуются которые уже конкретных организаций. Ну, и, естественно, теперь уже это должны выполнять некоторые специалисты. То есть, это методы организационные. Организационные методы. То есть, это создание целых структур в организациях или в каких-то областях, которые активно занимаются организацией работы информации поддерживающей защиты, отслеживают правильность этой работы, выдают инструкции также, которые касаются конкретных совершенно подразделов. Ну, это, в общем-то, сейчас это, скажем, какое-то режиме секретное отдел, это первое отдел, а если организации небольшие, то это могут быть просто отдельные специалисты, которые обычно называются офицеры безопасности. То есть, организационные методы. Ну, выделены эти методы, на которых заниматься буквально не будем. Я не знаю, какой секретографии, поэтому это для общего сведения. Следующее направление и методы защиты информации это уже непосредственные или физические непосредственные или физические. Ну, что это за методы? Это, конечно, тоже очень важный метод защиты информации связан с помещением доступа к носителям информации чисто непосредственным способом или физическим способом, а именно это помещение оборудованное, замки, заборы, сигнализация и так далее. То есть отслеживание периметров, то есть не допустить возможного или предполагаемого противника доступу информации именно носителей информации. Ну, сейчас носители информации, как вы знаете, могут быть ну, прежде всего там микросхемы, но не карточки, диски, флешки, компьютеры, это прежде всего микросхемы. Технические методы звучит. Технические. Это у нас будет защита от утечки по физическим каналам. Защита от физической информации. Информации по физическим каналам. Физическим каналам. Ну, какие же это у нас каналы физические? Ну, прочая часть информации снимается по электромагнитному каналу. Электромагнитный. То есть, это подсоединение к линиям тока, съем излучения сработающих аппаратуры, перехват сообщений, которые передаются по радио. подсоединения. Ну, здесь этот смех, то есть, это либо непосредственно подключение к иниюм, током, либо съем радиоволк, или радиозвучение, ну, относится к электромагнитному каналу. и, как вы видите, тут уже непосредственно с заборами и стенами так не отделаются. Тут совсем другие подходы к защите от такого перехвата по этим каналам. Ну, в частности, считается, что по электромагнитному каналу, ну, большая часть я сказал, оценки разные, там, 70%, 80% может быть информации снимается именно по электромагнитному каналу. Ну, и лучи, но на по фиксируемому излучению. То есть, скажем, работающий компьютер излучает это, излучение может быть перехватено с нескольких десятков метров в специальной аппаратуру и на экране соответствующего аппаратуру, которая помещается в электровой машине, можно видеть только на компьютер, с которого фиксируется излучение. То есть, и тут методы защиты, конечно, прежде всего, если стоит полная аппаратура, то должно быть экранированное помещение сетка. Обычно, если это заранее строится помещение для этой сети, в тенах сетка заземленная метрическая, окна должны соответственно быть защищены и не выходить в те стороны, чтобы невозможно или затруднено снятие излучения. Ну и, конечно, если, допустим, это очень важная информация, то и работает шифрующая аппаратура, то желательно, чтобы источник питания шифрующая был независимый, а не из обычной резетки обычной сети, поскольку это, когда перехват возможен прямо на большом расстоянии. Электромагнитный. Акустический. Ну, я сразу напишу виброакустический. 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 То есть, это они очень похожи и в то же время отличаются. Похожи они тем, что эта информация, которая передается волнами, если караминитные волны распространяются в изместительском пространстве, по воздуху тоже, проводящие исследования, то акустический канал и виброакустический, они снимают информацию, которая распространяется в газообразных, в жидких или мёртых средах, просто звуковыми волнами. Ну, если акустический канал, то это снимается обычно осмысленной информацией, то есть, какие-то тексты, разговоры и так далее. А виброакустический канал, это снимается информация о работе каких-то устройств. Ну, самый очевидный и яркий примет, это информация о работе в подводных лодках. Утка Бэштор, в котором мы находимся, это был раньше и сейчас в общем-то есть один из важнейших исследовательских центров в этой области технической защиты, работающих в том числе на подводных лодках. То есть, и по перехвату таких луковых волн можно определить и положение подводных лодок, и отип, и даже конкретно подводных лодок. за годы десятки даже сотни километров. Ну, и последний канал, который считается тут, это оптический. Оптический. Хотя, оптический канал это тоже электромагнитный, то есть, это тоже электромагнитные волны, но часто волн здесь не сравнивают по сравнению с радиоволнами. И поэтому здесь методы защиты и методы съема информации совершенно разные. Оптического электроноборья. Здесь могут быть лазеры использоваться, лазеры направляться на окно и по отраженному лучу фиксируется колебание окна и мы не видим, что когда мы тут разговариваем, шумим, и то система так микрокоррель делается как скажем отраженный луч и фиксирует и можно слышать о чем мы тут с вами разговариваем. В том числе можно слышать не только то промокоразговое даже на задних партах как листаются книги. Со стекла пакетов трудно считать тоже два стекла. Нет, конечно там есть это не просто там не только то, что два стекла, а и еще то, что окруженно лучше понимать это проблемы есть. Вот такие методы существуют. также такое акустическое тоже большая проблема. Все здесь передается по стенам, все шумы, другой корпус они могут там фиксироваться, но важно выделить нужные нам нужные нам звуки. То есть проблемы такие существуют. Это сложная но довольно развитая область в Украине традиционно. То есть часто спектрога шторма одной из организаций. Вот. Съем тут может быть в лучах невидимого спектра. То есть тут как раз, тут как переделок, рядовый. Но мы этим вопросами заниматься не будем. Не будем это скорее относятся группами Е, ну и может быть частично группу группы Б. То есть я могу отдельно это рассматривать. Ну а вот дальше уже о том, чем мы будем заниматься мы криптографическим. Криптографические методы электрометрика. Ну крипто это правильно, право пишу. Но поскольку мы будем заниматься именно криптографией, то подробнее этот пункт не буду объяснять, а мы еще сегодня не будем подробить. в двух словах то это собственно такие методы, которые не предотвращают перехват выносителей, не съем по физическим каналам информации. Они предполагают, что это все есть. То есть считается, что все, что передается будет перехват в эти сообщения. Но с помощью таких математических логических методов преобразования информация, содержащаяся в этом открытом тексте преобразуется таким образом, что смысл можно из нее извлечь, только зная секретные параметры, секретные пункты. В другом случае это просто будет случайный, бессмысленный набор каких-то знаков, которые будут непонятны. Это общий смысл. Следующее. Снегано-грапический метод. Снегано-грапический. 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 Граф-пишу. Шу-под-крыму. Ну что такое под крышей? Ну как ощущают, что это означает. Ну это означает, что если в петербургических методах считается, что все, что передается, перехватывается, то стегано-грапический метод направлены как раз на то, чтобы скрыть факт передачи сообщений. Ну, если раньше стемно-грапический метод, они в общем-то были недостаточно развиты. когда-то это либо, например, писалось между прочим обычным письмом симпатическими чернилами или невидимые, которые проявлялись при кублической обработке на определенных лучах, как, например, таким пользовались российские социал-думократы способом. Либо так составлялось письмо, что, зная просто отдельные части этого письма можно было прочитать скрытую информацию. Либо, допустим, в современных уже, более близких к нам способах информация, можно специальными средствами записать сотни страниц размера, которые будут просто точкой, например. Ну, чтобы ее считать, надо соответствующую аппаратуру. Ну, уже тогда еще считалось, что стегонография как бы вспомогательная дисциплина. Ну, я о ней не ошколько больше говорю, потому что мы тоже не будем заниматься дальше. Поэтому хотелось бы, чтобы вы немножко больше имели представление стегонографии. Стигонография раньше считалась как вспомогательной дисциплиной. И если кто-то заподолбил, что как передача такого скрытого сообщения имеет место, то, как правило, можно было техническим средствам или такими людьми это обнаружить. Но вот где-то 20 лет назад, в 90-х годах прошлого века, стегонографию, ее разработки методов, средств стегонографических подсоединились уже математикой. И, соответственно, методы стегонографии стали, конечно, совершенно другие. Но в современных условиях эти скрытые сообщения или скрытая информация прячется обычно видео или аудио файл. На экране компьютера или телевизора можно запрятать миллионы бит или даже байт информации. Так что не только глазом нельзя будет заметить изменения картинки, но и техническими специальными следствиями очень трудно обнаружить, что там что-то внесено. Аналогично в аудио файлах. Главные носители стегонография называется стегоконтейнер. И вот в этих стегоконтейнерах прячется информация так, что ее невозможно найти, не зная способа, каким она туда вставлена или не зная секретного ключа. Есть стегонография защита с секретным ключом, без секретного ключа. Ну и сейчас уже стегонографические методы развиты настолько, что те, кто занимается стегонографией, считают, что это как область такая же по значимости по величине и критография. и даже недавно защищалась докторская диссертация в этой индукторе год назад по стегонографии даже в этой диссертации содержалось такое, правда, со ссылкой не своего утверждения, а со ссылкой на других специалистов, что можно считать, что критография часть стегонографии. Есть и другое мнение, что стегонография часть криптографии, но все-таки я думаю, что это сейчас уже отдельное направление защиты информации. Есть цели, которые достигаются стегонографическими методами и более трудно достигать криптографическими. В то же время криптография значительно больше задачи и возможности дает, чем стегонография. Но сейчас стегонография действительно стала уже научной дисциплиной, где разрабатываются методы защиты, средства защиты, о которых можно говорить о их надежности. То есть устанавливается с какой вероятностью можно обнаружить противник скрытые сообщения, если у него например ресурсы достаточно большие. или он это не может сделать. То есть уже такие же упреждения более строгие, как и в криптографии. Ну а самый такой яркий способ защиты, который стегонографии предлагают, это цифровые водяные знаки. То есть в видеофайлах, видеофайлах встраивается некоторый знак, который сможет подтверждать авторство, подлинность и какую-то другую информацию. Ну и естественно этот знак должен быть такими свойствами было дать, чтобы архивация, разархивация, передача не уничтожили этот знак. И в то же время его нельзя было найти и уничтожить какому-то какому-то злоумышленному. То есть это довольно уже сложные стега на алгоритм, которые сейчас рассматриваются. Ну это теперь действительно я считаю, что отдельная область, которая использует отдельного курса. Вот. Ну соответственно у нас наверное перерыв. Давайте опять перерыв. перерыв.